У Ford S-Max есть все составляющие для успеха на нашем рынке. Этот автомобиль весьма желанное приобретение для активного семейного водителя. Наш минивэн может быть как пяти, так и опционально семиместным. В данном случае у нас пятиместная версия. Зато задние сидения могут двигаться в продольном направлении. То есть на заднем сидении можно очень удобно сесть, вытянув вперед ноги. Официальная премьера минивэна Ford S-Max состоялась на автошоу в Женеве в 2006 году. Автомобиль построен на той же платформе, что и Ford Galaxy. Однако S-Max позиционируется производителем как авто, ориентированное на молодую аудиторию. Поэтому отличается от своего старшего брата более компактными размерами и дизайном кузова. В 2010 году автомобиль подвергся рестайлингу. Визуально он изменился незначительно. Обновленным энергичным дизайном производитель решил придать модели спортивный характер. После обновления место традиционной аналоговой приборной доски, во всех версиях кроме базовой, заняла более современная панель с цветным экраном. Буква S в названии модели как раз и обозначает спортивность и динамичность, которую создатели хотели подчеркнуть. В противовес Ford Galaxy, за которым плотно закрепился имидж корпоративного автомобиля. В нашем распоряжении сегодня дорестайлинговая машина 2006 года выпуска. Она с двухлитровым мотором, механической коробкой передач, и на данный момент пробег составляет 122 тысячи километров. На вооружении у Ford S-Max стояли моторы 2 литра, как раз как у этого автомобиля 145 лошадиных сил, 2,3 литра 160 лошадей, и пятицилиндровый мотор 2,5 литра 225 лошадиных сил. А дизели представлены четверками. 1,8 литра это 125 лошадиных сил, и 2 литра 130 и 140 лошадей. Дизельный S-Max это машина, которую на вторичном рынке встретишь нечасто. В поддержанном варианте таких машин менее 20%. Статистику надежности этих моторов можно отследить по другим моделям концерна. На этих силовых агрегатах устанавливается турбина, поэтому к пробегу 150-180 тысяч километров велика вероятность дополнительного расхода на ее ремонт от 9 до 15 тысяч рублей. Цена самой оригинальной турбины от 36 до 38 тысяч рублей. Знаете, почему такой 2-литровый силовой агрегат особо не жалуют механики? Нет, как раз таки не потому, что он ненадежен, а наоборот. Потому что он не ломается и на нем особо ничего не заработаешь. Разве что к 100 тысячам выходит из строя гидравлическая опора двигателя, а стоимость ее замены 5 тысяч рублей. А звук, похожий на стук клапанов, издает износившаяся заслонка впускного коллектора. Ее цена 16 тысяч рублей. Из-за неаккуратной мойки двигателя могут возникнуть пробои в катушках зажигания. Проблема эта, в общем-то, несложная и недорогая, но очень неприятная в своем проявлении. Машина может заводиться через раз и гуляют обороты. Следите за уровнем масла. Газораспределительный механизм здесь приводится цепью, а ее гидравлический натяжитель не любит масляного голодания. Замена натяжителя, цепи и ее направляющих станет в копеечку, порядка 20 тысяч рублей. А сама цепь ходит достаточно долго, 200-250 тысяч километров. По совокупности факторов для S-Max более оптимален другой мотор. 2,3 литра. Он более мощный, а, соответственно, он не стимулирует водителя к дополнительному раскручиванию двигателя и дополнительному расходу масла, износу двигателя, да и расходу топлива. Электроника Ford S-Max очень надежна. Правда, только до той поры, пока в нее не вмешивались гаражные кулибины. А подержанных экземпляров с несанкционированными техническими инъекциями встречается не так уж и мало. Поэтому в бортовой сети таких машин могут возникать всевозможные сбои, вплоть до выгорания основного модуля управления. Стоить это будет около 25 тысяч рублей. И щитка приборов, что чревато дорогостоящей заменой. Защита кузова и качество кузовного металла у Ford S-Max на высоте. Нашей машине уже почти исполнилось 7 лет, а ни одной ржавчинки на кузове не видно. И все ручки и механизмы работают исправно. Обратите внимание, что достаточно старая глубокая царапина ржавчиной не покрывается. Удобный и хваткий рычаг стояночного тормоза и расположен необычно, и выглядит необычно. В результате каждый собственник пытается дернуть его как можно сильнее. Он просто сам располагает к этому. В результате ручка ломается. У дилеров она стоит порядка двух тысяч рублей, и работы по замене приблизительно столько же. На самом деле в этой машине была точно такая же история. И эту ручку я поменяла самостоятельно. Это совершенно несложно. В остальном по салону претензий нет. Стыковка панелей хорошая. Сами панели приятные на ощупь. Единственное, руль достаточно быстро изнашивается. Но это будет в любом случае, когда руль кожаный. А вот что может выдавать возраст автомобиля и раздражать нового собственника, так это серебристый пластик, крашенный под металл. На нем очень легко появляются царапины, особенно в зоне пресловутого ручника. Коробки передач у Ford S-Max механические, пяти- и шестиступенчатые, а также шестидиапазонный автомат. Наша версия с мотором 2 литра и механической коробкой передач наиболее распространенная. Механические коробки беспроблемные. К тому же они считаются необслуживаемыми. В них залито масло на весь срок службы. Однако же мастера советуют менять эксплуатационные жидкости в коробке не меньше, чем один раз в пять лет. Механизм сцепления до полного износа работает не менее 150 тысяч километров. Однако же, как только вы почувствовали, что сцепление ведет, сразу в сервис. На этой машине сцепление меняли совсем недавно. Комплект обошелся в 8200 рублей. Это был самый доступный на рынке вариант. И за работу отдали порядка 7 тысяч рублей. Если продолжить езду с неисправным сцеплением, то в дальнейшем придется менять и маховик двигателя. А стоит он аж 22 тысячи рублей. У дилеров за него попросят 35 тысяч. Автомат на этих машинах встречается реже, чем механика. Но если вы рассматриваете авто именно с автоматической коробкой, то обязательно уточните у собственника, как часто менялось масло в трансмиссии. Формально коробка-автомат так же, как и механика, обслуживание не требует. Но если у вас есть цель ездить долго и счастливо, то лучше менять масло раз в 60-70 тысяч километров пробега. В остальном же вопросов к этому агрегату никаких. Работает он прекрасно. Переключаться должен плавно, без задержек. Если говорить о расходе топлива, то вот такой вот двухлитровый автомобиль на механике будет потреблять порядка 11 литров в смешанном цикле в городе на 100 километров пробега. А мотор 2,3 потребляет совсем немного больше – порядка 12 литров в смешанном цикле. У машин с автоматом расход подбирается к 14 литрам. Производители рекомендуют заливать 95-й бензин. У машин с дизельным мотором 1,8 будет расход порядка 8 литров тяжелого топлива на 100 километров. При моторе 2 литра расход будет совсем немногим больше – порядка 8,5-9 литров. Полностью независимая подвеска Ford S-Max долговечна, и слабых мест в ней почти нет. Впереди проверенная конструкция из стоек McPherson. Сзади – поперечный стабилизатор. Из внеплановых затрат можно отметить лишь иногда выходящих в строй насос гидроусилителя руля. Происходит это из-за зависания редукционного клапана. Стойки стабилизатора выходят из строя где-то при пробеге в 100 тысяч километров. А в тонке стабилизатора, так они вообще в большинстве машин еще родные. За стойки в сервисе попросят 3,5 тысячи рублей. Где-то столько же живут амортизаторы. Причем задние живут подольше, чем передние. Стоимость замены задних – это 1900 рублей. Передних – 3 тысячи. Ближе к 150 тысяч, скорее всего, вам придется поменять подшипники ступиц. А замена будет стоить, естественно, вместе с работой, порядка 8 тысяч рублей. Опорные подшипники стоек обойдутся где-то в 2400, а по времени замена придет, скорее всего, тоже к 150. Тормозные колодки, их цена 2200 рублей, изнашиваются в среднем через 30-40 тысяч километров. Диски в основном живут пару комплектов колодок, а стоят они 3000 рублей. В 2006 году, сразу после выхода автомобиля на рынок, в Европе был проведен краш-тест Ford S-Max по системе Euro NCAP. Общий результат тестов достаточно хороший. За защиту взрослого пассажира машина получила максимальную оценку в 5 звезд. Уровень защиты детей 4 звезды. Подкачала лишь защита пешеходов. Она была оценена в 2 звезды. В некоторых комплектациях у Ford Focus S-Max пассажирская подушка безопасности заказывается дополнительно. Euro NCAP не дала оценки выключателю подушки безопасности и информации о ее статусе. С активированной пассажирской подушкой настоятельно не рекомендуется устанавливать детское кресло против направления движения. Указание крепления Isofix на крайних сидениях второго ряда было плохо заметным. S-Max заработал максимальное количество баллов в боковом краш-тесте и боковом ударе о стол. Защита ног от бампера была на достаточном уровне. Однако же передний край капота не заработал ни одного балла за защиту ног пешеходов. У нашей машины, как и у большинства минивэнов, есть большой плюс. Она неинтересна угонщикам. Так что вы можете без опаски оставлять автомобиль у подъезда, выгружая всю свою большую семью непосредственно около входа в дом. Что же касается цен, то, например, наш автомобиль 2006 года на механике стоит порядка 450 тысяч рублей. При этом, надо сказать, что машина в очень неплохом состоянии. Автоматическая коробка прибавляет к стоимости машины порядка 30-40 тысяч рублей. Ну, то есть машины стартуют где-то от 450 тысяч. А машину в хорошем состоянии можно подобрать тысяч за 480-490. Оптимальным вариантом видится покупка трех-четырехлетней машины 2008 или 2009 года выпуска. Они стартуют где-то от 520 тысяч рублей, но машина в хорошем состоянии на механике – это где-то 600 тысяч рублей. Автоматы от 600 тысяч только стартуют. Соответственно, для приобретения достойного автомобиля нужно обладать бюджетом в 630-650 тысяч рублей. Продолжение следует... Продолжение следует...